Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики! Продолжаю свою небольшую, но очень необходимую серию из различных народных и нетрадиционных рецептов по лечению и устранению жировика. Как избавиться от жировика? Это очень трудно, но можно. Конечно же, любой врач, любой хирург скажет, что никакими народными средствами лечение и устранение жировика невозможно. Но это неправда. Бывают случаи, когда с жировиком можно справиться. Конечно же, нужно долгое время с различными рецептами работать. Одним помогают одни рецепты от жировиков, другим людям эти же рецепты не помогают. А помогают какие-то другие. Поэтому в борьбе с жировиком, с жировиками необходимо работать с различными рецептами. И я сниму для вас все рецепты. Я создал плейлист. Досмотрите данный сюжет до конца. Он тоже будет интересный, это отличный рецепт. В конце вы увидите ссылочку квадрат. Перейдите на нее, нажмите. Там нажмите плюсик, когда перейдете уже вовнутрь. Весь плейлист сохранится у вас на канале. Я сниму не менее 10, а может и 15 рецептов в борьбе с жировиками. Самых настойчивых ждет обязательно успех. Чередуйте эти все рецепты и найдите те рецепты, которые реально будут уменьшать и избавлять вас от жировика. Ну а сегодня рецептик такой. Сегодня я расскажу, как правильно работать с перекисью водорода вовнутрь. Внутренних рецептов борьбы с жировиками очень мало. Но как правило все рецепты должны быть направлены на очищение организма. Очищение сосудов, очищение лимфы и так далее. И сегодня у нас один из внутренних рецептов. Кстати данный рецепт можно применять и наружно. У меня есть такое видео. Как правильно работать с перекисью водорода вовнутрь при жировиках. Кстати попутно данная перекись будет лечить еще десятки ваших проблем. Со здоровьем конечно же. Первонаперво достаем правильную перекись водорода. Если вы долгое время будете употреблять перекись водорода, ни в коем случае не покупайте перекись водорода, которая стабилизирована бензоатом натрия. Вот здесь на инструкции обязательно будет присутствовать этот препарат. Такую перекись можно применять наружно, можно недолгое время принимать вовнутрь, до одной недели максимум. Но если вы долгосрочно будете употреблять перекись по методу неумывакина, тогда найдите правильную перекись. Правильная перекись, как правило, стабилизируется серной кислотой. Она абсолютно безвредная. Такую перекись уже выпускают много маленьких частных фирм. Также можно в специализированных аптеках заказать данную правильную перекись водорода. Ну а теперь приступаем к самой методике. Она очень простая. Три раза в день, до еды, за 30 минут. Берем обычную столовую большую ложку. Набираем в нее на 80% кипяченой воды комнатной температуры. Далее берем перекись водорода. Обязательно покупаем в аптеке пипеточку. Только строго все пипеточкой в тех дозах, которые указаны. Первый день, одна капля, одна капля, капаем в эту воду и выпиваем до еды за 30 минут. Так три раза в день, по одной капле. И так каждый день прибавляем по одной капле, до десятого дня. То есть на десятый день будет 10 капель в ложку воды три раза в день до еды. Выпиваем. Потом первый раз делаем перерыв. Три дня. Через три дня все начинаем заново. С одной капли и 10 дней движемся, добавляя по одной капле к десяти каплям. Второй раз перерыв делаем пять дней. Дальше то же самое. С одной капли до десятой двигаемся. Десять дней. И так можно еще сделать два курса. С перерывами уже далее пять дней между курсами. Потом делаем перерыв один месяц. И заново опять проходим пять курсов. Так можно работать до результатов. Неумывакин вообще рекомендовал пить перекись водорода по такой схеме практически всю жизнь. Поэтому если вы избавляетесь от жировиков, попробуйте эту технику применения неумывакина, перекиси водорода. Работайте с ней в таком режиме до результатов. Естественно в это время применяем два-три моих наружных рецепта. Все эти рецепты есть в моем плейлисте. Вот и все. Будьте здоровы. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, делитесь с друзьями данным видео, пишите комментарии и будьте здоровы.